Доказано, что ум и способность мыслей ребенок наследует от матери. Есть также такое мнение, что молоко у матери является эликсиром разума, а не просто набором ферментов, аминокислот и белков. В природе нет ничего случайного, поэтому нужно обязательно пользоваться ее дарами. Таким даром и является грудное молоко для новорожденного. Однако не все женщины так считают, а может быть, просто не знают, и, столкнувшись с трудностями при грудном вскармливании, оставляют эту идею. Всемирная неделя грудного вскармливания проводится ежегодно в начале августа. Ее цель – привлечь внимание матерей, женщин, которые только готовятся стать мамами, к этой проблеме, развеять мифы и страхи, чем мы сегодня и займемся. В студии у нас Екатерина Заяц, педиатр, консультант по грудному вскармливанию. И добавлю, что мама троих детей. Поэтому те вещи, о которых мы сегодня будем говорить, это не только научный подход, научный взгляд, но и личный жизненный опыт. Катя, добрый день. Ну, традиционно, начало августа – это неделя грудного вскармливания, для того, чтобы привлечь внимание. Насколько я знаю, что всегда круглый год у молодых мам всегда есть много вопросов. Ну вот часто ли вас спрашивают о том, вообще, есть ли стандарт на сегодняшний день, как долго нужно, ну вот, или желательно кормить, да, или нужно кормить ребенка грудью? Да, бывают очень осознанные беременные в последнее время, которые прямо в беременности озадачиваются этим вопросом, и он возникает. Безусловно, стандарты есть, то есть на сегодняшний день мы опираемся на рекомендации ВОЗ. Как бы странно это там для некоторых не звучало, что некоторые любят сказать, что это для России не работает, да? Работает. То есть ВОЗ, ну, говорит о том, что исключительно грудное вскармливание мы обязаны поддерживать до полугода. То есть до полугода ребенок в идеале не должен получать ни смесь, ни допой. Только ГВ. Старше полугода вводится прикорм по возрасту, и опять же остается сохраненным грудное вскармливание, его доля достаточно большая, там, порядка до 80% бывает. То есть все это на уровне, ну, попробовать, потестировать продукты, да, и базовое питание все равно ГВ. ВОЗ нам говорит кормить до двух лет, но мы как бы гибкие специалисты, да, и части мам мы говорим, например, если вам комфортно старше года продолжать грудное вскармливание, мы можем смело продолжать там до полутора, до двух, то есть до каких-то уровней, да, себя ощутить, хорошо мне двигаюсь дальше, да. Если, ну, какие-то условия не позволяют или, правда, внутренний дискомфорт, там раздражение нарастает, лучше, конечно, это все плавно, красиво завершить. Ну, если год, это прекрасно. Да, и это не значит, что надо точно завершать, тоже такой миф есть. То есть дальше уже ориентируемся на свое самочувствие, на образ жизни, на много факторов, да, и подход идет индивидуальный. Кать, ну вот, на самом деле, я сказала о том, что вопросов много, и вы со мной согласились, да, что вопросов всегда очень много, вопросы индивидуальные, но в то же время есть какие-то вопросы, часто повторяющиеся. И мы сегодняшний разговор решили так и построить на вопросах от телезрителей, от молодых мам. Давайте их слушать и на них отвечать. Отлично. Меня зовут Мария, и у меня такой вопрос. То есть моему ребенку два месяца, мы на грудном скармливании. Когда я отлучаюсь из дома, муж докармливает ее смесью, мое отсутствие. Скажите, может это как-то повлияет на усиление коликов, то есть какие-то негативные последствия есть от совмещения двух видов скармливания? Ага, ну вот совмещение – это как? Ну, тут как специалисту, в первую очередь, хочется спросить, насколько часто эти отлучки, да, то есть если это прям ситуация очень разовая, например, раз в месяц, да, то, может быть, ну, никаких негативных последствий не будет, да, и тогда, например, маме можно порекомендовать как альтернативу создавать порцию молока стяженного, да, и, допустим, на уходы. Если вдруг речь здесь идет о том, что это какая-то, ну, бывает ситуация, работающая мама, то есть регулярно, да, повторяющиеся вот эти истории, то если ребенок реагирует на докорм, либо нужно смотреть про ребенка, да, то есть что у него с кишечником, если он, правда, очень бурно на это реагирует, да, и, возможно, менять смесь, если, правда, она нужна длительное время, ну, то есть вот только так, да. Вот. В целом, ну, если сильно широко отвечать, да, безусловно, любая смесь в любой кратности, в любом объеме, она воспринимается телом как, ну, как продукт прикорма, грубо говоря, да, ну, то есть в любом случае она поступает, в любом случае она будоражит, а если фоново у него, ну, вдруг что-то какой-то сбой, тем более, если это маленький ребенок, да, флора до полугода у них достаточно там слабоватая, да. То есть вот я правильно понимаю, что никакая даже самая прекрасная в мире смесь, она все-таки не заменит грудное молоко, это все равно разные. Да, ну, то есть она даже просто по составу, ну, не истыкуется, да. И поэтому пока малыш совсем маленький будет, будет вот такая реакция. Да, даже в рекламе смеси сейчас, ну, обязали вот уже несколько лет писать, что лучшим питанием до полугода является грудное молоко. Ну, чтобы молодые матери, да, когда видят эту банку, не думали, что, о, полностью альтернативный. Отличный вариант, да. Хорошо, смотрим следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, моей малышке год и три. Мы до сих пор находимся на грудном вскармливании, кушаем все, то есть детские пюрешки, еду с общего стола. Малышка умеет кусать, но есть проблема с жеванием, то есть большими кусками она давится и не справляется. Как научить малышку жевать? К вам ли вопрос? Ну, да, это все наше смешное, да, потому что где заканчивается грудной вскармливание, это продолжается нормальная еда и навыки. Ну, тут момент какой, что, может быть, и есть в голове мысль, что как будто бы в год ребенок должен жевать, да, на самом деле, физиологически он имеет полное моральное право, там, до двух с половиной лет давиться. И даже, например, те, кто работает, ну, там, в ясельной группе, к примеру, воспитатели, да, помощники воспитателей, очень хорошо эти вещи знают, что какими-то с сухими кусочками, там, не знаю, еще пока не может. Курица из плова запросто может жевать, жевать и поддавиться. Поэтому тут маме совет, ну, убрать из себя вот эти ожидания, что раз нам уже год и месяц, он мне должен делать вот так, да, не ориентироваться, может быть, на какой-то другой опыт, чей-то чужой, да, там, на соседку, не знаю, сестру двоюродную, да. И часто к вот таким вещам приходят, когда изначально, например, там, где был этап кусочков при корме, то есть 8-9 месяцев, они, к примеру, его проскочили, то есть тут есть акцент, да, это, ну, обозначает, что едим пюре, хотя по большому счету году мы практически уходим с промышленного питания, да. Возможно, и была эта ситуация, что 8-9 месяцев ребенок не кусочки начал мягкие получать, а продолжал пюре, и поэтому немножко навык, ну, как бы подзадержался, естественно, он сейчас сдвигается. Продолжать, не бояться, давать маленькие кусочки, мягкие, то есть ориентироваться на ребенка. Ну, да, и не ждать, действительно, как вот вы сказали, что вот раз исполнилось год, значит, должен. Ну, может быть, не должен, попозже. Да, но навык поддерживать, водить, то есть не бояться и не делать, что раз не ест, все, тогда не дают. То есть еще хуже может быть история. Хорошо, смотрим следующий вопрос. Меня зовут Ксения, моему ребенку 9 месяцев, и я хотела бы узнать, можно ли сейчас мне ставить зубные импланты, с учетом того, что я кормлю ребенка ночью, и необходимо будет принимать антибиотики. Возможно, есть антибиотики, которые совместимы с кормлением. Мы вот сейчас не будем называть никаких препаратов, а просто принципиально, как подойти к этой теме. Да, достаточно частая вот эта история, опять же, про то, что когда мы кормим и нас настраивают кормить долго, могут быть вот такие ситуации, что вот ахово, что нужно делать, и как будто бы нельзя. Тут правильное поведение какое будет? Доктора обязательно предупредить, что ГВ, да, обязательно. Возможно, нужно будет сказать, что, к примеру, ну, как здесь, там, днем нет кормления, это тоже может иметь свои, ну, как бы, особенности, да, в работе с пациентом, что есть оно ночное. А есть препараты, антибиотики, и противовоспалительные, и местные, есть совместимое с грудным вскармливанием. То есть, возможно, ей нужно параллельно будет, ну, с назначениями стоматолога, к примеру, обратиться к кому-то из консультантов, которые запросто в базе это посмотрят. То есть, не проблема. То есть, это не категорично и нет, а скорее индивидуальный подбор. Да, но особенно, если это какая-то экстренность, которую вот точно надо делать, да, и она не терпит каких-то отлагательств. Если ситуация плановая, ну, можно порекомендовать пока продолжать грудное вскармливание, да, сделать это позже, к примеру. Вот, ну, в крайнем варианте делаем как, убираем ребёнка с грудного вскармливания, уводим, да, ну, если, ну, вдруг всё серьёзно, или, например, идут какие-то осложнения, и препараты назначаются, которые, ну, никак не совместимы, уже идёт, ну, как бы в интересах здоровья женщин, да. Мы можем временно, это называется временное отлучение, снять ребёнка с груди, перевести его на какую-то гипоаллергенную подходящую смесь, и мама получает лечение, потом восстанавливается, и возвращаем обратно. Ну, особенно, если у неё есть задача продолжать ГВ. Смотрим ещё вопрос. Моему ребёнку в августе исполняется год, и я задумываюсь о завершении грудного вскармливания. Как сделать это безболезненно для ребёнка, не прибегая к популярным в интернете экстрамерам? Угу, есть ли у неё какие-то общие рекомендации? Ну, тут хочется пошутить, что можно позадумываться ещё с полгода смело. Ну, то есть, опять же, да, с чего мы начали? Что раз в год, это не значит, что я должна отлучать, и, ну, то есть, везде, где я это слышу, это истории других людей, и оно не соответствует действительности, да. Методы, ну, мягко. Мягко – это везде, где бережно, аккуратно, да, не воюя, то есть, с любовью к ребёнку, то есть, я не враг ему, да, то есть, просто перевожу, так скажем, взаимодействие с ребёнком на другой уровень, да, то есть, по-прежнему продолжаю его любить, да, сокращаю кормление, не кормлю, но это не значит, что я там с ним воюю, плохая становлюсь, там, меньше обнимаю, целую, глажу, то есть, не про то. Ну, не конфликтуем. Двигаюсь по отклику, бывает, там, часть кормления убралась, потом что-то пошло не так, и понимаю, что надо какую-то часть вернуть, то есть, это нормально для отлучения. Ну, и ведь всё-таки для ребёнка, мы тоже часто про это говорим, грудное вскармливание – это не только еда, да? Это же общение, взаимодействие. То есть, вообще, эмоционально оба должны быть в паре готовы. Бывает даже, ну, мама готова, а ребёнок, например, ну, часто совершенно не согласен с этим. Или бывает наоборот, начинает отлучать, и где-то на полпути вот начинает резонировать, понимать, что буквально одно-два кормления осталось, и не могу. Ну, нет, не идёт, мало мне, ещё хочу, жалко, маленький, ещё покормлю. Ну, то есть, важно. Это даже важно, когда рождаются следующие дети, то есть, ну, вот этот этап у себя гармонично как бы закрыть, и чтобы, ну, там, да, пригласила следующих детей, кормлю их, и нету, ну, как дискомфорта, да? Какого-то чувства, ну, что, ребённых, да? Да, какого-то, что не додала, например, да? Теперь следующего буду кормить до пяти с половиной лет, да? Раз там того в год отлучила. Да, вот, Катя, всё-таки вот вопрос такой непростой, да? Он вроде бы про кормление, но он гораздо больше, чем про кормление. Поэтому здесь очень действительно индивидуально, и вот всё-таки хорошо, если на связи есть специалист, который как-то помогает. Ну, потому что очень это широкая тема. Да, бывают чуть ли не там скрытые выгоды в этом. Но мне кажется, что главное, вот главное в ответе на этот вопрос в том, что не воюем, да? Не воюем. Делаем всё это очень мягко, подстраиваемся в любви, и ищем комфортное состояние для обоих, для мамы и для ребёнка. И сроки должны быть не хоба и три дня, да? Не надо так, что сегодня четверг, да, в понедельник мы в сад, и я должна в авральном режиме вот это вот всё, клац, нельзя так делать. Смотрим, у нас есть ещё вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ксения, моего сына зовут Данил, нам один год и один месяц. Я бы хотела узнать о рационе питания деток от года до двух лет, что должно быть ежедневно, какие продукты нужно водить. Ну, вопрос как целая тема разговора, но хотя бы коротко, да, какие-то рекомендации? Ну, глобально, например, в таком возрасте, может быть, да, опять же, да, сохранено грудное вскармливание, мы его не берём в кратность, да, кормления, то есть оно само по себе существует, может быть, там, например, на дневной сон в таком возрасте, он получает грудь, там, на ночной и, например, ночью. Может, днём не кормиться вообще, если мама, к примеру, работает, и кормится только единожды в сутки, там, или два раза, на ночь, ночью. Если про продукты говорить, может кушать 4-5 раз в день, кратность, да, у него зависит от подъёмов сколько. Злаки, ну, то есть практически полный стол, но всё равно с акцентом, что это ребёнок до трёх лет, то есть там продукты, да, внимательно смотрим составы, годности, сроки. Ну, то есть злаки должен получать, мясные, там, 2-3 порции молочного, то есть может кефир на ночь пить, в полдник, может быть, творожок, или, там, 2-3 порции фруктов, например, да, опять же, тут навыки разворачиваются. Ну да, здесь получается, что уже... То есть хороший, полноценный, я иногда шучу, что ребёнок в полтора года должен с мамой, с папой сходить в ресторан. Ну, то есть могу я ему заказать, да, там, рис обычный, там, не знаю, может, сосиски какие-то даже. То есть уже такое приближение к взрослой еде, в общем-то, да? Да, ну, то есть не должно быть в полтора года, что он питается исключительно промышленным питанием. Это прям не очень. Окей, ну вот и в завершении всё-таки нашей встречи, нашего разговора, понятно, что вопросов очень много. Вообще, есть ли место, есть ли пространство, да, где эти вопросы можно задавать? Понятно, что и своему участковому врачу, понятно, что и есть кому. Ну, вот, например, если бы вопросы были к вам, куда можно адресовать наших телезрителей? Ну, у нас есть в Инстаграме, у меня есть профиль, где, ну, такое пространство кромящих мам, да? Там можно задавать вопросы. Там можно задавать вопросы. Там есть какой-то курс. Там я веду прямые эфиры регулярно, сейчас вот в преддверии недели ГВ вообще будет ежедневно и всю неделю, поскольку массовые мероприятия, да, нам пока ограничены, но хочется дать много пользы людям, поэтому будут эфиры. Есть сторисы, есть посты, ну, то есть все очень, да. Какую-то информацию можно получить. Там даже потом канал в Телеграме, то есть есть девочки, которые просто между собой общаются, я там периодически появляюсь. Да, но все-таки вот, да, мы призываем вас, понятно, здорово, когда есть общение, когда есть опыт мам, которые уже там родили не одного ребенка, но все-таки мы призываем вас обращаться к специалистам, прежде всего адресовать эти вопросы им, докторам, консультантам по грудному вскармливанию, чтобы все-таки от первого лица была информация более точная, более ясная. Ну да, так даже проще и спокойнее. Да. В студии у нас была Екатерина Заяц, педиатр, консультант по грудному вскармливанию, мама троих детей.